Ну, это как в моем детстве. Обратите внимание, вот даже в то время думали, он намного лучше, интереснее выглядит, чем хороши дома из керамических блоков. Двери по дереву, можно делать классные селфи, где, знаете, хочется бросить свои корни. Смотришь сюда, такое ощущение, знаете, что в деревне. И будет совсем другая картина. Знаете, как-то все вот такое приятное, достаточно аккуратное. Квартал, который сделали с умом, а вот класса энергоэффективности D с самолета, это классно. Вот здесь, если ты идешь с коляской, единственное, чего мне не хватает, мощные перила не бросаются и никому не мешают. 419-я квартира налево. Такое, конечно, ощущение, что ты в строительном вагончике. Ну вот, все сделано для удобства проживающих. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами находимся в поселке Новоселье и поговорим про жилой комплекс Уютный, Дуэт и другие. Жилой комплекс Уютный возводится по монолитно-кирпичной технологии. Из-за особенностей комплекса это нестандартная высота потолка в 3,6 метра на 8 и 9 этажах, но не во всех квартирах. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. На момент съемки однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 700 тысяч рублей. Квартирография выглядит не столь примечательно, как фасады здания. Студии однокомнатной квартиры займут чуть более 56% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 37% и трехкомнатные квартиры чуть более 6%. Когда у тебя нет детей, ты не думаешь о школе, о детском садике. Но когда они есть у тебя, ты задумываешься, куда же ты будешь водить своего ребенка. На территории поселка Новоселье есть новоселковская школа. Она достаточно новая, согласно официальных данных, сданная в 2020 году. Рассчитана на 550 учебных мест, но согласно официальных данных от соц. учреждения вакантных мест нет. Но есть параллели. Обратите внимание на 8 кабинетов начальной школы и количество параллелей. Делайте выводы. На территории Новоселья уже действуют два детских садика. Согласно официальной информации, от детского сада номер 10 вакантных мест нет. Аналогичная ситуация и с детским садом номер 14. Но есть коммерческие детские сады. Их в разы больше, чем государственные. А это, друзья, говорит о том, что не хватает мест в обычных государственных детских садах. Зато на территории Новоселья есть большое количество негосударственных частных детских садов. Это говорит о нехватке мест в государственных садах. Также для меня открыт вопрос с поликлиникой. На территории Новоселья ее нет, но дети болеют, им не нужны справки, и периодически нужно их водить в поликлинику. Вопрос к вам, уважаемые родители. Напишите в комментарии к этому видео, к какой поликлинике относитесь вы, где она находится, и как с ней обстоят дела. Я вот до сих пор не могу понять, почему не строят в нужном количестве больницы, поликлиники, детские сады и школы, которые так нужны жителям новостроек. Мы находимся с вами внутри двора, закрытого двора, жилого комплекса «Уютно». Обратите внимание, какая классная дворовая территория. Не в каждом комплексе есть такая большая классная площадка. Ну и оцените, друзья, сами фасадные решения. По мне выглядит все очень достойно и красиво. Подстриженные газоны, кустарник, освещение, беседки, ездить посидеть родителям, современное резиновое покрытие, вот такая большая красивая тротуарная плитка. В входных группах, обратите внимание, есть лавочки, есть урны и надписи «По газонам не ходить». Седьмой подъезд сразу же видно. Шестой подъезд, пятый, видно издалека. Даже если у вас плохое зрение, то здесь огромнейшие просто буквы. Вот чего как раз не хватает большинству новостроек. Также обращу ваше внимание на оконные проемы. Они все увеличены площадью. Обратите внимание, какие большие световые проемы. Также обращу внимание, что все балконы остеклены холодным остеклением от застройщика и все имеют красивый, нормальный и одинарный вид. Давайте зайдем в седьмой подъезд. Посмотрите, все в уровень землей. Система допуска. Заходим, у нас есть тамбур. Не хватает только коврика, которым можно вытереть ноги. Вот сейчас, кстати, жарко. Чтобы проветривалось, вот здесь, обратите внимание, есть вот такой держатель для двери, для того, чтобы можно было открыть эту алюминиевую дверь. И, соответственно, проходил свежий воздух. Проходим тамбур. Видим почтовые ящики. Жилой комплекс уютный. И, на мой взгляд, очень сделано красиво и со вкусом. В каждом подъезде, видите, есть парковка для детских колясок и велосипедов. Все закрыто на ключ, а ключи есть у жителей. Из плюсов то, что подъезды проходные. То есть, можно выйти либо на улицу, либо, соответственно, во двор. Современное светодиодное освещение, высокие потолки, гриляда. Ну, вот все достаточно сделано со вкусом. Мне нравится. Здесь очень приятно находиться. Лестничный марш. За стеклом смотрится красиво лифт. Похоже на отис. Давайте вызовем, пройдем наверх, посмотрим, что у нас на последнем этаже. Также здесь обращаю внимание. Указатель. Первый этаж. Понимаешь, на каком этаже находится какая квартира. Ну, вот все сделано для удобства проживающих. Лифт. Грузопассажирский. Сразу отмечу, что он расположен вот так. Это очень удобно. Поднимаемся на девятый этаж. Почему вот так удобно? Потому что, когда вы заносите для ремонта в своих квартирах длинномерные крупногабаритные предметы, это достаточно удобно. Обшит ОСБ. Ну, единственное, конечно, хотелось, чтобы здесь какую-то баню, пленку натянули, чтобы смотрелось симпатичнее. У меня так, такое, конечно, ощущение, что ты в строительном вагончике. Современные лифты от Отис, Ген-2 с регенерацией электроэнергии экономят до 70% электроэнергии в год. Девятый этаж. 419-я квартира налево, 426-я направо. Все ясно, понятно, куда идти. Здесь достаточно такая интересная отделка. Я не знаю, как это правильно называется. Такое ощущение, знаете, что на штукатурку какие-то шарики, сахар прилепили. Она еще, знаете, такая, как наждачок. Двери. Здесь за дверьми, я так понимаю, находятся счетчики на тепло. Большая нумерация квартир. Ну, из минусов это нормальные звонки. Вот, смотрю, нормальные стоят. Ну-ка, посмотрим. Это вот себе, что ли, поставили такой звонок специально. Сейчас посмотрим, какие от застройщика звонки. Потому что вот эти однотипные, полагаю, что застройщик вот эти звонки ставит. Ну, звонок такой симпатичный. Ну, мне больше, например, нравится, чтобы он был внизу. Потому что, когда приходит ребенок со двора, он может позвонить. Но мне часто пишут, что нечего, чтобы дети гуляли одни. Чтобы выйти, соответственно, на кровлю, вот такая есть лестница. Выглядит все достаточно аккуратно. Еще мне нравится, смотрите, что у лифтов, у них шкафы управления, вот они. И обычно они везде торчат на последних этажах. А здесь, обратите внимание, вот туда утоплено. И даже вот не бросается, и никому не мешает, и не бросается взгляду эти ящики. Ну, здесь, соответственно, аналогично. Давайте с вами пройдем по лестничным маршам. Лестничные марши. Вот тоже, да, вот смотрите, смотрится красиво. Мощные перила, вроде все просто, но хорошо обкрашены, хорошо подобраны цвета. Обращая внимание на сами марши. То есть здесь какое-то специальное покрытие. Смотрится красиво. И идешь, любуешься видом. Обратите внимание, зеленая зона, да, вот здесь, конечно, не мешало бы нормальную траву посадить, потому что здесь, по ощущениям, у меня растет обычная трава, которая росла на этих колхозных полях. Но зато парковка из плитки также. Но мы сейчас спустимся вниз, и вы сами все увидите. Впечатление очень положительное. А восьмой этаж. Вот здесь, кстати, на восьмых и девятых этажах высота в некоторых квартирах до 3 метров 60 сантиметров. Ну, здесь, понятно, стандартная высота 2,7 метра. Ну, из плюсов, конечно, то, что здесь есть окна, которые открываются. Соответственно, вот я понимаю, по пеплу здесь курят курильщики. С высоты виден соседний дом, его фасад. Но по мне смотрится все красиво. Единственное, чего мне не хватает, то вот здесь каких-то деревьев, да, друзья? Ну, вот здесь, кстати, обратил внимание на момент. Раз не сделал застройщик, то надо управляющей компанией вот сюда поставить ограничитель двери, чтобы не оставлять вот такие следы, ну и, соответственно, от ручки вот такие. Благо, что стенка из бетона. И не как часто бывает, как, например, в Солнечном городе было, когда просто ручкой двери выбиваешь кусок стены. Почему-то не стоят ограничители дверей, да, которые могли бы снизить шанс попадания и разрушения стен и фасадной штукатурки. По леснице спустился почти на первый этаж, и вот здесь вот такая дверь какая-то, каморка Папа Карла. Непонятно, куда это ведет, то ли там техпомещение, то ли еще что-то. Сейчас увидел процесс, как происходит дополнительное озеленение. Я так понимаю, это за счет управляющей компании, но, соответственно, за счет жильцов. Обратите внимание, как все красиво здесь усаживают дополнительно цветами. Мы с вами вышли уже за пределы комплекса. Вот он, новый литер, который в скором времени застройщик сдаст. И вот здесь, если обратите внимание как раз на девятый, восьмой этаж, что по девятому понимаешь, да, где высокие потолки, где 360, и понимаешь, соответственно, где такие на восьмом этаже. Вот они, да, видите? Сейчас мы подойдем к паспорту объекта. Напомню, что в соответствии с законом у каждого строящегося объекта должен быть паспорт. Да, друзья, это дошкольная образовательная организация на 160 метров. То есть здесь строится детский садик на 160 мест. Так, и когда его должны сдать? Разрешение на строительство. Четвертый квартал 22-го года. То есть, соответственно, со следующего года, когда его сдадут, уже должны сюда пойти дети. Но тоже обратите внимание, вот он, выход на улицу. Не во двор, а на улицу. Большие буквы, виден номер подъезда, камеры, стекло. Ну, очень красивые входные группы в уровень с землей. То есть скамейки для отдыха, освещения. Ну, вот я так понимаю, что здесь еще облагородят. Уберут эту траву с полей и посадят нормальную красивую травку. Также хочу показать вам, как должно быть. Обратите внимание, вот это пешеходный переход. Для того, чтобы удобно было, это и лежачий полицейский, и сделана безбарьерная среда. То есть, если у вас есть ребенок, вы его везете на коляске, то у вас нет никаких проблем для того, чтобы пройти здесь или спуститься вниз. Здесь обратите так же, как все сделано. Ну, смотрится очень классно. Через какое-то время вырастут большие деревья. Закрытые баки для мусора. Это здорово. Ветром не растрепает. Вот, не знаю, как обычно, но вот сегодня достаточно сильный ветер. Напротив здания находится бесплатная парковка. Понятно, что он еще не сдан. И непонятно, вот хватит ли всем мест на этой стоянке. Ну, вот здесь видно, да, дом уже сдан. И, соответственно, ну, я бы не сказал бы, что очень плотно забито. Места здесь есть. Есть они как и на упроезжей части, так и, соответственно, вот здесь на зоне, скажем, дома. Единственное, мне непонятно, вот это кто строил. Это застройщик, либо, соответственно, это от города. Вот здесь, если ты идешь с коляской, то здесь, да, видите, какая высокий уровень поребрика. И, соответственно, достаточно будет вызывать неудобства для жителей с детьми. Также отмечу, что здесь идет, самолеты идут на посадку. Вот он как раз из жилой комплекса Нью-Питер. Обзоры есть на канале. Ссылку оставил в описании к видео. Смотрите, если вы против самолета, вам не нравится шум, то, соответственно, надо смотреть другой объект. Но я лично считаю, что самолеты – это классно. В Новоселье очень классно. Мне нравится, что это новый район. Здесь нет такого, как, например, я снимал, когда, да, у вас там с одной стороны ЦДС, с другой стороны квартал Янила, который просто как небо и земля. В ЦДС заходишь как в 90-е, а Янила – красивый современный комплекс. То здесь, обратите внимание, что он уютный, что Нью-Питер. Очень красиво смотрится весь квартал из-за такой, скажем, немного единой архитектуры. И вот здесь идешь, вот смотрите, деревья, красивая плитка тротуарная. Ну, очень приятно находиться. И не так-то здесь много людей. Сейчас мы пойдем дальше. Там у нас впереди Нью-Питер, а Дуэт находится через дорогу, и мы прогуляемся, дойдем до него пешком. А вы обязательно жмите лайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео, друзья. Нью-Питер – красавчики, конечно. Очень красиво все построено, ручные дома, все из кирпича, свой променад, велодорожки. Достаточно уже такие взрослые подросшие деревья, широкие улицы. То есть, знаете, такой квартал, который сделали с умом, с любовью к жителям. Помню, как снимал Нью-Питер, это была зима, шел красивый пушистый снег. Это, пожалуй, один из немногих застройщиков, который так строит дома. Не хватая здесь, конечно, это мест в школу и в детских садах, поэтому здесь большое количество частных детских садиков за дополнительные денежки родителей. В этом году очень-очень много снега, и обратите внимание, как здесь все хорошо убрано. И на что я обратил внимание, что все хорошо убрано. Убраны дворы, проезжие части. И вот это мне очень порадовало. Сейчас лето. Середина, там, конец уже августа, да. И вот только посмотрите, друзья, на эту красоту. Аналогичная чистота и ухоженность. Очень приятно. Есть уже коммерция, продуктовые магазины, кофе, чай, аптеки. Большинство первых этажей это коммерческие помещения. Поэтому здесь все есть для хорошей и полноценной жизни. В центре кадра считаю одним из главных променадов Нью-Питера. Потому что, обратите внимание, огромная детская площадка. Здесь отдыхают, можно покушать, выпить кофе. А через дорогу нас уже ждет другая история. Здесь фонтаны, беседки, где можно насладиться в жаркую погоду, прохладой от воды. Просто посидеть в тени, поиграть, погулять с ребенком. Смотрите, как все сделано круто. Вот такая подсветка смотрится в вечернее время. Очень классно. Велопарковка, скамейки. Молодцы, 5 баллов. И обратите внимание на фасад здания. Смотрится классно. А на верхних этажах есть свои терраски. Фонтан, скамейки. Вот такой свой атриум, где можно тоже зайти, посмотреть. Классно вот эти смотрятся лампочки. Знаете, ну вот такое ощущение, что мы реально не в России. Такое ощущение, что я вот сейчас переместился совсем на другую территорию. Вот с этой стороны тоже, вот видите, можно покачаться вот на таких под навесом качельках. Ну, очень здорово все сделано. Очень классно. Красивые фасады, красивая брусчатка, шикарнейший променад. Я вот не знаю других мест, где вот есть такая классная обустроенная территория. Где вот такой большой размах, большое расстояние между домами, малоэтажность. Из-за того, что здесь самолеты идут на посадку, то есть не заслуга застройщика, а заслуга высотного регламента. Здесь достаточно низкоэтажные дома по отношению к другим частям нашего города. И отсюда достаточно просто добираться, если у вас, конечно, есть автомобиль. А вот классы энергоэффективности D нормальные. Для меня на самом деле достаточно странно. Но при этом отмечу, что здесь есть газ. И здесь есть вот такие красивые короба для установки кондиционеров для коммерческих помещений. Смотрите, какая красота. Черный, практически такой, знаете, полуглянцевый фасадный кирпич. Проходишь вот такую арку и выходишь на красивейший променад жилого поселка. Впереди мы с вами уже видим Красносельское шоссе, торговый центр центральный. То есть здесь есть даже куда сходить, отдохнуть, посидеть. И здесь даже если обратить внимание на вот эти панельки, построенные там в 90-х годах, это как раз дома. Это дома с улучшенными планировками. И здесь квартиры достаточно высоко ценятся. Одни из первых кварталов в Новоселье. Альфа, Бета. То есть такие достаточно специфические, по мне, названия. Смотрятся дома даже до сих пор красиво. Сдавали их 18-19 год, если мне не изменяет память. Закрытая территория, зелененькая. Но тут, конечно, дворы чуть попроще, нежели чем строят сейчас. Эти дома, по мне, смотрятся достаточно симпатично за счет того, что здесь хорошо подобраны цвета. Обратите внимание, серый аналогичного цвета окна и белый смотрится красиво. И даже вот здесь, посмотрите, какой большой здоровый корабль во дворе. Ну, конечно, трава здесь уже, скажем так, смешалась газонно с полями колхозными. Но из-за расположения домов здесь нет никакого дворе эхо. Дворы достаточно интересные, хорошие. Ёлочки посаженные, через какое-то время подрастут и будет такой свой настоящий сад. В центре кадра видим жилой комплекс Эпсилон. 760 квартир. Квартирография совсем простая. От студий до двухкомнатных квартир. И преобладающее большинство, чуть более 82%, как раз занимает студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатным квартирам выделено чуть более 17%. Дома построены по панельно-монолитной технологии. То есть все, что вертикально, это панели, а горизонтально заливали бетон. Ну и, естественно, со временем выгорели эти красиво оранжевые цвета. Дом потускнел. Ну, не мешало бы, конечно, обновить цвет фасада. Здесь даже есть своя речка, называется речка Киккинен. Но обратите внимание на речку, конечно, это не очень похоже. Ну, такой ручей, наверное, к нему подходит название больше. Дом 10, корпус 1. Обратите внимание, вот даже в то время думали, ставили большие цифры, чтобы издалека было видно, где что здесь находится. Первый этаж и коммерция. Название, нумерация, вернее, подъездов. Сразу все понимаешь, где чего находится. Даже здесь обратите внимание, как здорово сделана вот эта междомовая территория. Парковка, можно пройтись по плитке, подсветка. Очень достаточно все хорошо и интересно. Коммерция, пивные магазины, красное и белое. Пункт выдачи озона. Есть даже деревья. Зайдем в Эпсилон и посмотрим его. Обратите внимание, третий подъезд, нумерация квартир. Парадные называют. Здесь такое все зеркальное, красиво, система допуска. Мне нравится, что здесь есть стекло. Сразу видно, кто здесь, а кого нет. Тамбур. Ограничитель двери. Ох, какая здесь высота потолка. 5,7 метра. Почтовые ящики заподлицо со стеной. Здесь, знаете, не хватает какой-то рамочки красивой. Было бы вообще круто. И как в остальных проектах застройщика, здесь подъезд проходной. То есть зашли с улицы и вышли в двор. Посмотрим чуть позже. Два лифта с нумерацией. Сразу видно, на каком этаже он находится. Поднимемся на последний этаж и посмотрим. Слушайте, мне нравится. Здесь лестница подписана. Квартиры, номера. Блин, ну вот. Очень приятное впечатление. Двенадцатый этаж. Сразу подписано, где находятся какие квартиры. Понимаешь, что там лестница. А здесь квартира. Небольшое количество квартир. О, загорелся свет. Двери здесь видно, что люди меняют. Оставили только звонки. Ох ты как. Марши. Лестничные марши без моих нелюбимых переходных балконов. Ну и за счет, конечно, вот такого стекла. О, как здесь. Слушайте, как отсюда, так классно видно. Обратите внимание, вот там у нас получается крайний слева это Белард. Вот он. Как с высоты-то хорошо видно. Жилой комплекс ДУ. Вот он панельный. Один и второй вот просто взяли, назвали ДУ. И рядом большое количество частного сектора. Слушайте, даже здесь идешь, смотришь, знаете, он достаточно чистый. Хотя, думаю, уже достаточное количество времени. Ну, возможно, у меня вот этот цвет, я не знаю, как-то бежерозовый, наверное. Ну, в принципе, даже тоже нормальное освещение. То есть, знаете, как-то все вот такое приятное, достаточно аккуратное. Ну, где-то есть, конечно, места, там до сих пор видно, наверное, со стройки. У меня отмыта немножко краска. Ну, это, в принципе, друзья, мелочи. Вот я иду, обычный панельный дом. Нигде нет трещин. Нигде я не вижу чего-то отвалившегося. Вот знаки висят, там курение запрещено. Все. То есть, очень-очень здесь приятно. Мало того, что само Новоселье достаточно приятное. То есть, это, наверное, из Ленинградской области один из самых, не побоюсь этого слова, современных, обжитых, уникальных, качественных жилых массивов. Где нормально продумана инфраструктура, соцобъекты. Вот сейчас школу, детские сады построят. И через год здесь уже с местами будет совсем другая история. Надо будет еще раз приехать и все снять. Ограждающая конструкция держится крепко, все просто, но при этом достаточно смотрится стильно. Закреплено вот на такие большие болты, они на сварке и уже имеют совсем другой вид. От застройщика есть вот такие ограничители двери, входная группа. Здесь вот такой, с таким полукругом. Они обычно как прямоугольником стоят. Это стекло. Ну, слушайте, очень приятно. Очень приятно и достойно. Сам двор. Вот, кстати, если обратить внимание на первый этаж, то вот здесь, знаете, вот это называется американка, когда вот так нахлёст друг на дружку под определенным углом прибивают дерево. И вот это просто бетон окрашено. Ну, слушайте, смотрится очень здорово. Вот как раз место для хранения велотранспорта, колясок, зеленая зона, плитка. Слушайте, и двор достаточно классный. Ну, вот видите, как деревья уже подросли. Слушайте, ну, молодцы. Очень приятно. Мне нравится, что здесь елочки. Мне нравится, что здесь на первом этаже есть свои вот такие террасы открытые. Большое пространство для парковки автомобилей. Гаражи видны. И видите, здесь, я так понимаю, застройщик сам благородил, покрасил в серый цвет. Смотрится классно. Ближайшая станция метро к комплексу – это проспект Ветеранов, и до неё 16 километров. Из-за специфического расположения конструктива самих зданий, его такой формы, немножко напоминающие змейки, здесь между, скажем, домами дворовая территория. Вот она одна, там, соответственно, следующее. Расстояние, которое не давит, если смотреть, то, получается, дома вот так немножко по диагонали стоят. И, соответственно, нормальный вид из окон. Там велопарковка, столбики. Вот эти мне понравились столбики. Красиво бетон закрыли специальным таким покрытием. Смотрится классно, уютно. И вот здесь, смотрите, как сделали классно. Забор, декоративный пластик и камень. Смотрите, как смотрится. Как на своей фазенде. А мы с вами идём вот к этим новостройкам. Возводимый жилой комплекс «Дуэт» согласно проектным декларациям должны сдать во втором квартале 2023 года и передать ключи до конца 2023 года. Жилой комплекс возводится по панельной технологии. И, в отличие от жилого комплекса «Уютный», у него класс энергоэффективности «С». В комплексе, согласно проектных деклараций, будет 796 квартир и 236 машин и мест на дворовой территории. Квартиры представлены от студий до двухкомнатных квартир. Согласно данной квартирографии, студия и однокомнатные квартиры в дуэте займут почти 96% от общего числа квартир. И на двухкомнатные квартиры останется всего лишь 4%. Напомню, чем больше студий и однокомнатных квартир, тем их будут больше продавать и сдавать в аренду. В новоселье возводится жилой комплекс «Лесар» со стоимостью однокомнатной квартиры от 5 миллионов 300 тысяч рублей. И «Нью-Питер» со стоимостью однокомнатной квартиры от 4 миллионов 900 тысяч рублей. В новоселье вышел «Полис Групп» со своим новым проектом жилого комплекса «Полис Новоселье». Дома будут в 12 этажей и в две очереди строительства, суммарной площадью более 134 квадратных метров. А проектом не предусмотрено строительство соцучреждений. Обзор «Юпитер» уже есть на моем канале, ссылку оставил в описании к этому видео, чтобы вам было удобнее пройти и посмотреть. Если нужны обзоры комплексов «Лесарт» и «Полис Новоселье», напишите об этом, а оставьте свой комментарий к этому видео. Жилой комплекс «Дуэт», вот и дошли мы до него, друзья, пешком. Панельное домостроение современных панелей, здесь минимальные швы между панелями. Когда окрасит, соответственно, будет смотреться совсем по-другому. И здорово, что напротив частный сектор. Вот где частный сектор, здесь можно купить, приобрести дом от 12 миллионов. Ну и, соответственно, подумать, стоит ли тебе приобретать, к примеру, трехкомнатную квартиру на твою семью, либо стоит приобрести свой дом с участком земли. Вот такая дорога, большие заросли каких-то деревьев, кустарника. Понятно, что когда достроят дом, здесь все облагородят, и будет совсем другая картина. Что нравится мне здесь, это тишина и небольшая плотность людей. Смотришь сюда, такое ощущение, знаете, что в деревне на самом деле остался только забор. Вот он, здесь комплекс строится. Ну и здесь уже построены. Сейчас мы с вами дойдем еще до одного комплекса. И посмотрим на эти трехэтажные дома и их дворовую территорию. Тропинка, видно, от застройщика. Люди уже, люди сами здесь насыпали набивное покрытие. Вот сейчас смотрю, как здесь вообще пройти в этот комплекс. Все огородили. Но я очень надеюсь, что эта тропинка меня выведет. А с другой стороны, смотрите, как до этого здесь неплохо смотрится. Когда все облагородит, будет все здорово. А так идешь... О, забыл, как это называется. В общем, такие обычные, обычная полевая трава. Не так много комплексов, в которых я реально бы хотел пожить. И вот это один... И вот это, наверное, не то, что даже комплекс, а вот это именно то место, где, знаете, хочется бросить свои корни. Вот впереди виден лесард. Рядом находится дуэт. Все-все, вот такой, знаете, в шаговой доступности. Между ними частный сектор. И здесь делают вот такую дорогу. Я вот так, знаете, до сих пор не разобрался, как мне пройти вот сюда. Ну, раз уже здесь, пойду тогда прямо обходить, наверное, все по кругу. Вот иду очень за забором, любуюсь на жилой комплекс. Это вилочное новоселье. И вот думаю про себя. Почему кто-то может сделать такую красоту, а кто-то не в силах. Слушайте, здорово объединяют, делают здесь дорогу. Получается, будет легко добираться, доезжать во все жилые комплексы этого жилого поселка. Первый комплекс, знаете, из-за того, что здесь он малоэтажный, небольшое количество жителей, никто не выходит и не заходит. Но я нашел способ, как пройти и вам все показать. Жилой комплекс это вилочное новоселье. Всего 264 квартиры. Трехэтажные дома из керамических блоков и монолитных перекрытий с отделкой фасадным кирпичом. Смотрится красиво, все сделано в стилистике. Восьмой подъезд, нумерация квартир, входные группы в уровень с землей. Аналогично, видите, специальное крепление, чтобы можно было проветривать алюминий, большое количество стекления, почтовые ящики, информация от управляющей компании, группа компаний новоселья. Слушайте, обалденно, я вам скажу, просто здесь обалденно. Зеркало. Можно делать классные селфи. Место для хранения велотранспорта. При этом, отмечу, смотрите, какое здесь огромное количество места. Ух ты, а лестничный марш-то какой красивый. Деревянные перила, держится крепко. Слушайте, супер. Вот красавцы. Двери под дерево. Сейчас давайте-ка поднимемся наверх, посмотрим. Лестничные марши, кстати, широкие, шире, чем в том же уютном. Или мне так кажется. Также, видите, есть окно, можно открыть, чтобы проветрить. Это большой плюс. Все светленько смотрится красиво. Смотрите, друзья, второй этаж. Понимаешь, где какая находится квартира. Давайте на третий поднимемся. Здесь совсем невысоко. Плитка, ограждающие конструкции, дерево настоящее. Слушайте, очень приятно. Последний этаж. Понимаешь, где какая находится квартира, в какую сторону идти. Большое количество остекления. Есть ограничители дверей. Видите, есть запорная арматура, чтобы закрыл такую задвижку. Все, дверь не откроется. Нумерация квартир, современные звонки. Двери под дерево. Слушайте, красота. Очень, очень красиво. А на потолке грильята. Да. Есть о чем задуматься, когда будешь приобретать квартиру для жизни. Чем хороши дома из керамических блоков? Тем, что летом в квартирах прохладно. А зимой в них достаточно тепло. И хорошая звукоизоляция. Входные группы на две стороны. Можно зайти как со двора, так и с улицы. Первые этажи здесь терраски. Вторые, третьи этажи холодное остекление. Достаточно большие, просторные балконы. Также мне еще нравится, что отмостка, вот отсыпанная вот такая гравийная крошка, смотрится классно. Ну и сам двор. Знаете, я когда смотрел фотоотчет застройщика, вопрос от фотографии, он какой-то был вообще неказистый. То есть здесь, когда я вот сейчас нахожусь здесь, он намного лучше, интереснее выглядит, нежели чем почему-то на фотографиях застройщика. Ну, либо мне так показалось. Огромное, не побоюсь этого слова, расстояние между домами. И классно расположены дома. Знаете, они могли их сделать, например, как земляничная поляна, такими полукругами цельными. Но здесь, видите, есть между домами расстояние. Соответственно, когда дети играют во дворе, нет никакого эха. И обратите внимание на детские площадки. Детские площадки здесь оборудованы оборудованием компании Копман. Это один из лидеров европейского производителя площадок. Песочница, скамейки. Смотрите, когда беда везде с елками, болеют они похоже чем-то. Вот здесь, видите, все в порядке, а здесь вот у меня тоже, например, в комплексе заболели урны. И мне еще здесь что понравилось, я обратил внимание, смотрите, это для курильщиков. А вот сюда выбрасываете мусор. Ну, вот сделано, знаете, очень удобно. Я вот здесь первый раз такое видел. Вот здесь, видите, для самых маленьких качельки, для маленьких деток. Здесь вот эта качель, не знаю, как она там правильно называется. Но, в общем, прикольно, дети залазят сюда целой толпой, раскачиваются, катаются. Но это как в моем детстве. Раскручивали и держались, сидя вот за этот круглый поручень. Резиновое покрытие, набивное покрытие. Здесь, видите, плитка. Все просто круто. Большое количество цветов. Кто-то вот сам сажает или это управляющей компанией. Видно, что стрыгли газон. Понимаешь, что сейчас какое-то время уберут траву. Здесь спортивная площадка. Здесь уже для детей чуть постарше. Лазать, прыгать, играть. Слушайте, ну вот с такой, знаете, любовью. Забота, я бы, наверное, сказал бы сделан. То есть, очень хорошо продуманно. Мне нравится. Достойный комплекс. Смотрится красиво. Три этажа всего. Три. Просто небольшое количество квартир. Я понимаю, что здесь на эти 264 квартиры все, скорее всего, знают друг друга в лицо. Вот обратите внимание. Можно вот такой беседочке сесть, подвинуть себе стол. Вот здесь такая очень круто сделанная перфорация. Вообще офигенная. Слушайте, очень классно смотрится. Вокруг комплекса вот так смотришь. Везде, везде, везде. Кроме некоторых участков. То есть, вот по одной половине получается новостройки. А с другой стороны вот такой еще лес. И вид, конечно, такой, знаете, ощущение, что в каком-нибудь танхаусе, собственном доме живете. Вот, кстати, спортивная площадка дальше. Ну, очень приятно вечером пройтись, посидеть тихо, спокойно. Вот мне нравится этот район. Мне нравится вообще, как вот здесь в Новоселье сделано. Посмотрим, конечно, что будет у Полиса. Потому что у него есть всего лишь один рендер. Как в будущем застройщик планирует будет выглядеть его комплекс. И вот здесь, кстати, тоже, вот смотрите, отмечу. Вот это, видите, твоя терраса. И здесь уже есть террасная доска, ограждающая конструкция. Так же, как забор, сделано вот из пластиковой вот этой доски. Ограждение между двумя квартирами. Понимаю, скорее всего, это трехкомнатная квартира. Это там двухкомнатная, либо однокомнатная. Здесь вот такая дорожка, чтобы выйти. Освещение, видите, не только вот оно сверху, а еще и внизу. Ну, очень-очень приятно. И самое прикольное, что здесь своя парковка. И она как раз находится за зданиями. То есть нет здесь во дворе никаких машин, как это очень часто бывает. Не знаю, как у вас, но именно вилучше новоселье мне оставил очень приятные впечатления о жилом комплексе. Три этажа все-таки дают о себе знать. И не зря на вторичном рынке это самый дорогой объект. В ИС-комплексе я тоже считаю достаточно удобный. Тут в шаговой доступности, можно сказать, в шаговой езде находится КАТ. Кольцевая автодорога. Кстати, вот вопрос к местным жителям. Утром есть ли здесь пробки? Спокойно ли вы доезжаете до Питера? Если вам нужно на работу на собственном автомобиле. И сколько занимает времени? А также сколько занимает времени добраться до Питера на общественном транспорте? Оставляйте комментарии, нам всем очень интересно. А для жителей обратите внимание, какой классный сделан мосток через речку. Ох, как прикольно идти. На одного как раз пешехода. Слушайте, приятно. Такая, знаете, небольшая забота о людях. Многоквартирные дома. И частное домостроение. Зашли с вами в одни из первых домов, которые здесь дал застройщик. Обычный панельный дом. Дворовая территория. Ну вот я, например, скажу, что здесь намного лучше, чем сдавал ЦДС в то же время. В том же Янино. Вот для малышей, обратите внимание, скамейки. Отсутствуют урны. Просто ущербно. Других слов нет. Недорогое здесь, конечно, оборудование. Ну и дома достаточно. Квартиры здесь достаточно дешевле. Хотелось бы, конечно, фасад надобновлять. Ведь и краска так прилично выгорела за время. Сказать, что, знаете, этот комплекс не нравится, не могу сказать. Он простой, но достаточно приятный. Ну, он снова самолет полетел. У некоторых жителей здесь просто классный вид на частный сектор из окон своих квартир. Своя ледовая арена новоселья. Обратите внимание, какая впереди роща. Какая красота. Я здесь сразу прохладней. Люблю большие высокие деревья. Мы с вами прошлись по всему новоселью. Здесь разные застройщики, разные проекты. Но квартиру хочется приобрести в каждом из этих домов. Потому что они очень приятные для жизни. Звоните, оставляйте заявки на andreyartemov.ru И я вам помогу приобрести и продать недвижимость. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...